123 хадис, то есть в главе о хлебе посланника, алейсалату ассалам, передается от Аиши, что она говорила «Ма шаби'а алю Мухаммадин, саллаллаху алейсаляма, мин хубзи шаири, я умейни мутатаби'ини, хатта кубила Расуль Аллах, саллаллаху алейсаляма». То есть семейство Мухаммада, саллаллаху алейсалям, не ело ячменного хлеба до света на протяжении двух дней подряд, то есть пока посланник, алейсалат сам, не покинул этот свет, пока он не умер. То есть до самой смерти не было такого, что посланник алейсалат сам подряд два дня наедался хлебом. Если сегодня наелся, то завтра уже не будет. Даже более того, от посланника алейсалат сам достоверно передается, что он обращался к Аллаху субхану алейсалям со следующей мольбой, говоря «Аллаху маджалль, ризг али Мухаммадин, кута». То есть «О Аллах, сделай ризг», то есть имущество семейства Мухаммада, кут, то есть достаточно, то есть то, чего достаточно. Или же кута, я умею даже пришло, то есть то, чего достаточно на один день, каждый раз, то есть на один день. На сегодня есть, все, то есть дальше, завтра что-нибудь придумаем. Или же, то есть примерный достаток, чтобы не было, что придет у нас то, что у посланника алейсалат сам в следующем хадисе будет сказано, что не было, чтобы, то есть оставалось. То есть если они сегодня покушали, на завтра не оставалось хлеба. Не потому, что они много кушали, а потому, что мало хлеба было. Поэтому 124-й хадис Абу-Умам Аль-Багили, Абу-Умам Аль-Багили, Суда ибн Ажлян, Аль-Багили, радаиллаху ангу, он говорил, «Ма кяна яфзулу анагли бейте расулиллахи, саллаллаху, алейхи вассалям, ахубзу шаир». То есть в доме посланника алейсалату ассалям, то есть после одного принятия пищи, никогда не оставался ячменный хлеб. То есть почему, что мало было. То есть хватало только лишь на то, чтобы покушать один раз. Также известный хадис, когда к Айше, радаиллаху, она пришла, та женщина, то есть Айша, жена правителя Медины. Хорошо, жена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приходит женщина, просит у нее чего-то покушать со своими двумя дочерьми. И Айша, поискав дома, не нашла ничего, кроме трех сухих фиников. То есть три сухих фиников, вот все, что у нее было. И все, что у нее было, она отдала ей, радаиллаху ангеллаху, альхи вассалям. Поэтому человек должен знать, насколько, насколько много, братья, мы должны благодарить Всевышнего Аллаха за те милости, которыми Аллах нас наделил. Поэтому придет у нас то, что одна из женщин, которая прислуживала посланнику, готовила ему обычно, когда попросил один из ее сыновей, приготовь нам то, что любил посланника, она сказала, вы сегодня это не покушаете. И говорит, сегодня вам не будет это что-то приятное. Пророк Алиса любил это, сегодня вынес, нет, говорит, приготовьте. И что она смешала то, что, то есть что-то из сухого хлеба, что-то еще, что-то и так далее. И положила, вот это, говорит, любил посланника Алиса раз. Почему? Потому что не было ничего другого. Но вместе с этим нужно знать также, братья, что не должно быть чрезмерство вот этого эскетичности, что я не буду никогда кушать мясо раз посланника Алиса, нет. Нет, посланник Аллаху, когда была еда, он ее кушал. То есть если у тебя есть благо, есть возможность кушать хорошую еду, да никаких проблем нет. Но не нужно переходить в эти чрезмерства, что нет, именно должно быть что, то есть марка вот именно такая, то есть откуда это привезено, оттуда. А, нет, подожди, это я не хочу, мне нужно что, которое по спецзаказу привезено оттуда и так далее. Это чрезмерство. Это чрезмерство, когда человек через весь цвет едет куда-то хорошо и платит огромные деньги, чтобы покушать именно вот определенную там еду, это неправильно. Но если у тебя есть возможность, если в этом нет чрезмерства, хорошо, то есть какой-то, то есть мобайлер, да, и чрезмерство каждому, то есть расточительство возвращается в кошельку каждого человека. У кого-то есть возможность кушать каждый день на тысячу геней, грубо говоря, другому, это то есть на месяц только хватит, то есть имеется в виду, то есть нет у него больше денег и так далее. То есть это что-то, что-то возвращается, как говорится, к человеку. Но в любом случае не должно быть расточительства в этом вопросе, в Аллаху Аля. И расточительство вопрос, соответствующий каждому человеку по отдельности.